всем доброго времени суток здравствуйте я приветствую вас на канале от татьяны с любовью сегодня мы с вами будем готовить сало в луковой шелухе это очень вкусный рецепт приготовления сала я очень надеюсь что вам понравится итак поехали значит порезала я вот на такие кусочки свинины здесь у меня три с половиной килограмма так понадобится дальше вода здесь у меня 4 литра воды и на 4 литра воды я беру пол литровую банку полную крупной такой вот соли конечно не иодированные у соли такого крупного помола дальше лавровый лист я там потом мы еще будем ложить поэтому я вот так вот взяла сколько вот тут взяла взялось у меня и здесь у меня перец горошком перец черный и душистый перец тоже прям по хорошей такой столовой ложки взятом нету ну и самый главный ингредиент это луковое перо вот она у меня так пакетики сейчас я вам покажу какое количество ну вот видите вот так пакете лукового пера мне будет достаточно для такого количества свинины значит вот я беру это луковое перо сейчас свинину мы пока отодвигаем и высыпаю все это в воду все тихонечко смачиваем чтобы она у нас не летела в разные стороны значит сразу возникнут вопросы скажут кастрюли эмалированные сейчас она от лукового пера вся покраснеет и будет никто не не хорошая такие как ну а ты лукавого пера они отмываются на раз содой очень хорошо соды отмываются так что не бойтесь спокойно можете в любой кастрюльке а вот эмалировые вернее алюминиевые они уже конечно свою былую не вернутым красоту только вот будут уже с этими разводами а это там отмоется на раз значит положили то луковое перо я сразу высыпаю сюда соль пол литра и вот сейчас мы его поставим кипятить как она значит закипит мы туда отпустим специи наши и будет кипеть и примерно 8 10 минут и потом встретимся дальше я покажу что дальше будем мы с вами делать так вот я сейчас этот рассол который мы скипятили прокипела у меня 10 минут я его процедила видите он у меня горячий я его процедила чтобы там не попала луково перу я не могу когда к салу вот это все прилипает это очень нехорошо вот вот оно такое смотрите какого цвета получается насыщенного такого с коричневым даже оттенком цвет такой сейчас мы сюда вот в этот рассол отпускаем сало сейчас мы сюда укладываем сало вот мы уложили она немножко прячет и мы ставим это кипятиться срочно прямо вот так вот вот мы поставили его кипятиться и с момента закипания сейчас закрываю крышкой даю и даю ему по-быстрому закипеть с момента закипания не более пяти минут варим и все газ отключаем и не трогаем его всю ночь вот сейчас у меня уже практически вечер 4 часа вот сейчас дня видите на улице уже светленько уже радует это так вот я не буду до утра его трогать а утром пусть она вот так вот постепенно там остывать а утром уже с вами встретимся я покажу что дальше нужно с ним делать так ну вот значит сало простояла у меня ночью в рассоле я его утром достала протерла его всем полотенчиками бумажными чтобы оно было сухое вот на данный момент она у меня выглядит вот так видите она приобрела такой под копченый оттенок пить и красненький такой она достаточно просолилась я кусочек отрезала вот этим специально попробовала потому что чтобы знать на соль в середине вот она внутри вот такое сейчас но она и осталась упругая видите она не мягкая она осталась упругая сейчас мы будем его готовить дальше значит на дно формы я положила лавровые листики еще значит для запаха почищен у меня здесь чеснок вот такими вот порезан пластиночками здесь у меня смесь черный красный молотый перец чеснок сушеный и где-то по полторы ложки я по ложке по полторы ложки в равных пропорциях это я все сделала без вас не сил а потому что боюсь и так что я зачихаю от перца здесь у меня ложка сельдерея сушеного сельдерей тоже свой я сушу его сама мы его любим если вы не любите сельдерей то можете туда его не добавлять можно вообще никакую травку не добавлять остаться только при этих специфах можно добавить еще гвоздику кориатру ночью все что вы любите мы как-то привыкли сало чтобы было вот таким более классическим способом значит сейчас я беру сельдерей сюда высыпаю смесь перцев надеюсь что не чихну так вот так вот все перемешиваю так и теперь значит поступаем мы следующим образом на дно чесночка немножко вот так вот насыпаю я просто обмакиваю вот так вот со всех сторон просто обмакиваю и вот так вот укладываю вот так вот обмакиваю просто смесь и вот так вот шкуркой вниз плотненько укладываю и так каждый кусочек обмакиваю вот так вот и шкуркой вниз так вот так вот чесночком сейчас вот так пересыпайте вот так вот все сало между кусочками видите вот остаточек не не хочется выкидывать не последний же раз я делаю это сало я его вот так вот в контейнер сейчас переложу так сейчас я возьму вот пищевую пленку и вот так вот сало закрою пищевой пленкой так вот я его пищевую пленку закрыла все укутала его и вот чтобы специи значит впитались сало ну достаточно дня завтра утром уже можно кушать вот такое вот сало ну вот сало у меня приготовилась сейчас вот я сварила борщ порезала сало с чесноком со своим хлебушком к обеду мы будем кушать сейчас садится значит сало которые кусочки мне сейчас не нужно то есть я живу много сделала на запас мы я беру в салофановый пакет и в морозилку убираю не она долго хранится а так лежит в холодильнике до двух недель лежит спокойно это сало смотрите какой борщ наваристый очень очень вкусно больше меня сварен из двух видов капусты ну вот всем приятного аппетита я думаю что это очень очень аппетитно выглядит а уж вкусно обалденно и делается это совсем недолго очень быстро допустим это постоит какое-то время пока напитаться специями вот у меня день стояла но все равно это вы же в это время ничего не делаете она стоит и стоит а вы занимаетесь своими делами я вам показала что сегодня у нас на обед борщ если вы хотите чтобы я поделилась рецептом своим рецептом борща потому что 100 хозяйки 100 рецептов борщей поэтому если хотите пишите пожалуйста в комментариях я с удовольствием сварю борщ и покажу как я его готовлю борщ получается насыщенно красный очень очень вкусный а с вами как всегда была татьяна всем пока пока